это вот все у нас всегда грязненькая сейчас будем отмывать такую красоту и вот такую красоту и вот такую красоту мы должны привести в идеальный блеск немножко грязьки самое интересное у нас разборная звезда видимо разное расстояние между звездочками поэтому качестве переключения страдает все настолько печально что два литра ушло у меня вот такой вот жидкости что все и замочить на самом деле делает так не очень хорошо да потому что внутри какая-то смазка есть какая-то пластмасса есть какие-то резинки есть но делать нечего потому что все работает отразительно и только таким способом можем сейчас размочить всю грязь которая есть на этом велосипеде педаль настолько сильно прикипела и закисла что не помогает не в дэшка не почти 70 сантиметровый рычаг поэтому будем звездочку мыть не снимая штанов просто сейчас тряпочка щеточкой все это буду очищать в каретку мы не лезем пока все крутится хорошо если сейчас мы залезем то это будет намного дороже и хуже полчаса ковыряния шима полоскания растворители и вот такой результат мы получаем звездочка чистенькая без смазки без грязи без песочка и помыли полностью ну точнее помыли она сухо протерли влажной тряпочкой вот это все чтобы звездочка на чистое посадочное место встала то есть вот такой вот по времени процесс просто помыть звездочку такой вот компотик получается за ночь замачивания вещей в керосине вроде как все это размокла сейчас надо пробовать это все еще обезжирителем отмыть все алюминиевые анодированные части сразу отмылись и бонки и вот крепления все хорошо похоже что по оттенку сравни настоящий а китайский а вот это все трижды я промыл все равно очень много грязи сейчас пойду замачивать фэйре и переключател все уже весь обезжиритель испарился теперь все это можно разбирать грязи уже не так много хотя конечно очень много все это можно разбирать и по частям уже отмывать щеточкой наступил вечер немножечко воды я добавил и уже смотрите как все очищается замечательно сейчас промою эту фэйре но и там сколько осадка внизу сейчас все это промоем водой и может быть еще на ночь замочу а может быть уже и нормально осталось буквально нам пару процентов грязи как раз который будет хрустеть вот сейчас я налил еще фэйре честно так поставить немножко добавлю потом воды и промою я думаю чтобы все хорошо я сбился со счета какое-то уже замачивание цепи ну вот наконец-то жидкость как вы видите практически чисто но все равно грязь к выходит сейчас все промоем ультразвук и я надеюсь что цель будет работать хорошо вот примерно неделя ушла на то что все это отмыть так вот выглядит цепь полностью отмытая но видите там чуть-чуть остается грязи даже после ультразвука так выглядят звезды теперь появилось свободное время и можно сесть и перебрать вот этот вот дикий ужас прошла еще одна неделя клиент нас очень сильно торопит вот так вот это выглядит несколько замачиваний в воде несколько чисток щеткой то есть вот с металлических поверхностях отходит достаточно неплохо и плюс ультразвук я полоскал но к сожалению все равно там внутри видите вот этого к сожалению никак не удается оттуда вычистить то есть вот когда она мокрая она не видно вот эту грязь когда все это высыхает видите да сколько внутри всего то есть если вы допускаете попадание грязи то надо ее сразу смывать пока не засохла потому что это смешивается с маслом все это залипает и к сожалению нормальный вид это привести не удается плюс там дрожавчина уже везде то есть жалко такой хороший дорогой переключатель который падал 10 очень сильно много раз до сих пор работает но очень сильно грязный чем от мыли сейчас смажем будем надеяться что он будет работать лучше чем до этого то что покупать такой новый но это в данный момент очень проблематично такая чистенькая кассета если вы помните какая она была изначально грязненькая вот эти вот алюминиевой проставки не известно сколько они плотно прижимаются может быть они были грязные поэтому не плотно прижимались теперь вот все хорошо будем надеясь что включать будет работать лучше тем более он чистый сейчас начинаем сборку и установку вот наша чистенькая кассета вот наш чистенький не грязненький дал такая достаточно живой переключатель каждая каждый пин сейчас прокапан маслица он туда впитается и будет хорошо работать у нас чистенькая чистенькая цепь и вот у нас чистенькие чистенькие шатуны помните какая грязь к вот такая грязь к было везде теперь все замечательно осталось только смазать цепь но пока вот владелец решает на парафине он будет или на масле